Мне 23 года, работаю администратором страховой компании. После того, как путешествие с семьей превратилось в кошмар, я занялась собой и похудела на 40 килограммов за год. Я боролась с лишним весом еще подростком. В 19 лет у меня началось тревожное расстройство, которое я успешно заедала, и перестала взвешиваться, только покупала новую одежду все большего размера. В высшей точке мой вес достиг 150 килограммов. А потом мы с семьей отправились в отпуск, и я в полной мере ощутила все неудобства лишнего веса. Я не помещалась в стандартное самолетное кресло и боялась, что подо мной сломается пластиковый стул. Я отказывалась фотографироваться, потому что не хотела смотреть на себя. По возвращении я взяла себя в руки и начала худеть. Первым шагом к этому стали серьезные изменения в питании. Я села на низкоуглеводную диету и начала взвешивать еду на точных кухонных весах. И это мне помогло. Я поняла, как сильно переедала. Я не стала отказываться от многих любимых продуктов, сократила только размер порций. Это помогло мне не сбиться с пути и не бросить все в самом начале. Завтрак, яйца, сосиски из мяса индейки, кофе. Обед, мясо или другой белок, овощи, фрукты. Перекусы, орехи, сыр, ужин, говядина или курица с рисом и овощным салатом. Несмотря на то, что 90% моего похудения, результат правильного питания и взвешивания порций, я старалась проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Я не очень люблю спорт, но наверняка в будущем начну им заниматься. Пока что мне хватает того, что я уже делаю. Во-первых, я не стремилась делать все сразу. Я постепенно меняла свои привычки, а не отказывалась от всех вредных продуктов в один день. Во-вторых, я понимала, что результатов нужно немного подождать. Главное, не отступать. В-третьих, я узнала много нового о похудении, считала чужие истории успех и вдохновлялась ими. Я продолжаю уменьшаться в объемах и думаю, что отката не произойдет, меня полностью устраивают рацион и новый образ жизни. Фото инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин